В Сарове назрела острая проблема нехватки врачей узкого профиля. Отстояв очередь за талоном в городских поликлиниках, горожане получают неутешительный ответ в окне регистратуры. Записаться на прием не получится по причине отсутствия специалиста. После таких пессимистичных прогнозов кто-то отправляется в частные клиники, а кто-то остается ждать у моря погоды. Причем речь идет как о детях, так и о взрослом населении. Узкие специалисты, ну, можно сказать, некоторые отсутствуют, поэтому мы вынуждены практически постоянно обращаться к платным специалистам. Врач-офтальболог, невозможно записаться. К нервопатологам тоже проблемы большие. Грустно это все. Я просто сама врач. У нас руководство как говорит, не нравится, что из заявления увольняется. Очень много хороших докторов, к сожалению, вот так вот уезжают из города. Все трое наблюдаются по зрению, на данный момент нет, но пообещали через три недели, что появится специалист. Последний массовый прием врачей в ряды Саровской клинической больницы приходился аж на конец 80-х годов. И с того момента до середины 2000-х серьезных кадровых решений, призванных улучшить ситуацию, не предпринималось. Приток молодых специалистов начали налаживать только в последние пять лет. В детской поликлинике не работает эндокринолог и офтальмолог. Во взрослой нет нефролога. И это еще не полный список. Пациентов временно ведут терапевты или педиатры. В особо тяжелых случаях отправляют в Нижний Новгород. Но и с докторами общего профиля не все гладко. На 14 участках работает 6-7 врачей. Что касается офтальмолога в детскую поликлинику, я надеюсь, что мы в ближайшее время его примем. А вот по эндокринологу ситуация тяжелее. Решить кадровый вопрос вполне реально. Но далеко не каждый специалист поедет работать в закрытый город. Сегодня это непрестижно, считают опытные медики. Из 431 врача клинической больницы лишь 50 – это молодые специалисты. Медицинская помощь – это существенная часть социальной составляющей города. И это не только проблемы самой больницы, это еще проблемы и городских властей. Еще одно следствие кадрового голода в саровских медицинских учреждениях – это очереди в регистратуру и возле кабинетов врачей. О том, как решают проблему записи на прием в поликлинике города, расскажем в ближайших выпусках новостей на канале 16. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.